Всем привет дорогие друзья автомобилисты, мне задали вопрос в комментариях, как круиз-контроль влияет на расход топлива, и влияет ли он на расход топлива вообще. Тема интересная, давайте разбираться. Друзья мои, конечно же, круиз-контроль влияет на расход топлива, но учитывайте то, что есть круиз-контроль, который установлен на автомобиле, укомплектованной коробкой автомат, А есть круиз-контроль, который установлен на механических коробках. Алгоритм работы этого круиз-контроля получается немножко разный. Самая основная задача у круиз-контроля это поддержание той скорости, которую вы выставили. Допустим, вы идете по трассе, независимо от рельефа, вверх-вниз, вы выставляете себе 90 км в час, и он вам будет поддерживать скорость 90 км в час. Вы начинаете в гору подниматься, он там на нижнем будет быстрее стараться разогнать ваш автомобиль. Если вы едете без круиз-контроля, вы это можете делать плавно. С круиз-контролем, друзья мои, расход топлива увеличивается. Я понимаю, что сейчас многие скажут, что неправда, что наоборот меньше, но я сейчас делаю исследование по собственному опыту. По той причине, что круиз-контроль пытается разогнать автомобиль за короткий промежуток времени, на это расходуется больше топлива, чем если бы вы разгоняли автомобиль более плавно. Это самая главная причина, почему при использовании круиз-контроля расход топлива больше. Почему получается так, что у некоторых, которые используют круиз-контроль, расход получается наоборот меньше. Потому что манера езды у каждого человека разная. Были такие случаи, когда, допустим, вот ездит мужчина на автомобиле, ездит, все нормально, у него расход, ну вот есть там, допустим, прибор, который показывает расход топлива, ну пусть он показывает не совсем корректный расход топлива, но тем не менее он показывает, какой-то усредненный. Он показывает, к примеру, там 14 литров на 100 километров. Села его жена, и о чудо, через неделю он заглядывает, а там уже 9 литров на 100 километров. Он говорит, как? Потому что манера езды у каждого человека разная. Также получается, что если, допустим, человек ездит не в экономичном режиме, то есть он привык ездить там разгоны туда-сюда, вот он так вот агрессивный, так сказать, стиль езды, и он после него потом включит круиз-контроль, то получится так, что у него расход топлива уменьшится. А если женщина, допустим, или как женщина, который, человек, к примеру, который привык к умеренному, к спокойному темпу езды, включит круиз-контроль на трассе, то расход топлива у него увеличится. Вот и все, друзья мои. Ничего здесь такого сложного и страшного нет, просто нужно делать правильные выводы. Кому-то он очень удобен, особенно если ты едешь на дальние дистанции, когда у тебя уже нога устает, держать постоянно педаль нажатой, ты просто ставишь круиз-контроль. Я тоже иногда пользуюсь им, ну, крайне редко, я так скажу. Я считаю, что эта опция автомобильная не настолько важна, допустим. Вот мне больше главное, чтобы кондиционер хорошо работал, то есть климатическая система автомобиля, вот это вот мне самое главное. А круиз, ну, иногда могу воспользоваться, но редко. Я думаю, что большинство из вас тоже так же редко включают круиз-контроль. Я надеюсь, что я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на канал. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.